всем большой привет я рад приветствовать вас на своем канале друзья сегодня будем делать макарон на швейцарской меренге как мы знаем существует три вида меренги и на трех видах меренгах можно сделать макарон это швейцарская французская и итальянская итальянская это когда мы завариваем сахарным сиропом швейцарская меренга мы белки нагреваем на водяной бане и французская меренга это когда мы просто взбиваем белки с сахаром в плотную меренгу сегодня будем делать на швейцарской меренге и для нашей макарон нам понадобится сахарная пудра и миндальная мука она у меня уже просеянная белки температура не имеет значения сахар берите мелкий лучше и краситель у меня в этот раз гелевая можно использовать любой как я и сказал швейцарская меренга готовится на водяной бане берем наш белки отправлять к нему сахар нам нужен еще будет такой щуповой термометр и друзья берите сахар мелкий вот у меня еще краситель идет это конди про красный номер 11 и по поводу сахара продолжим берите мелкий сахар так как мы будем нагревать на водяной бане до 50 градусов соответственно желательно чтобы к этому моменту все кристаллы сахара сахара растворились если у вас будет крупный сахар соответственно он у вас плохо взобьется и кристаллики останутся не это дальше в дальнейшем как сказать это повлияет на качество самих макарон и самих крышечек ну и соответственно и юбочек и красители берите немного буквально там пару капелек я добавил три-четыре капли и постоянно помешивая нагреваем нашу меренгу друзья вот до 50 градусов нагрели меренгу и я еще добавил такой краситель это americolor это royal purple там 130 номер идет королевский фиолетовый можно было бы это не делать просто мне почему-то показалось что мне красителем маловато цвета и я добавил еще и теперь взбиваем и здесь модель друзья взбиваем меренгу ну если по времени ориентироваться ну где-то минут 78 тут на 1 текстуру смотреть когда вот у вас белки вы поднимаете и у вас такие острые пики остаются если видите на экране вот такими вот острые пики все на этом достаточно то есть сильно много не взбивать чтобы не перезбить белки то теперь дальше отправляем к белкам просеянную сахарную пудру и миндальную муку и тоже миндальную муку качество ваших макарон как я всегда говорю на всех видео про макарон зависит больше 50 процентов наверное от качества муки вот здесь тоже показываю смотрите сейчас счет покажу то есть вот да вот таких острых пиков взбиваем белки и про миндальную муку если у вас он идет жирный то у вас соответственно будет 50 на 50 качество то есть конечный результат если у вас влажная мука то его еще можно подсушить но жирной мукой вы ничего не сделаете и здесь мы перемешиваем сейчас покажу до какой ленты тоже когда перемешивайте не переусердствовать потому что если слишком много перемешать это он вот будет жидкое соответственно также повлияет на качество и смотрите друзья вот когда с лопатки стекает такую вялая лента и когда вы как бы маленько шевелить и она вас в воздухе просто как болтается вот эта лента на этом все прекращаем перемешивать перекладываю в мешок и там у меня насадка идет девять миллиметров круг друзья отсаживаю я на тефлоне тефлон у меня идет о лет и здесь круги мне часто задают вопрос сколько диаметр диаметрами четыре с половиной сантиметра и тефлон у меня а лет тут у меня он уже такого достаточно долго моему а лету отсаживаем макарон и когда будете отсаживать не держите за сам мешок просто держите сверху чтобы надавливать и за нижний чтобы просто вести руками лишний раз лучше не нагревать сами макарон то есть имеется ввиду тесто при помощи шпажки можно и пузырьки убрать и сами кончики хвостики так сказать можно еще немножко выровнять с помощью стук стучаний так сказать постукивая снизу ничего немножко тоже можно вот эти хвостики убрать конечно они при во время выпекания когда поднимается эти хвостики соответственно тоже выровняться но есть который слишком критично торчащие хвостики то можно и при помощи зубочистки их убрать все теперь отправляем на сушку на 30 минут 30-35 минут друзья макарон мои выпеклись духовка у меня была на 180 на 150 градусов и выпекались они у меня 20 минут и духовку нагревать заранее ну где-то за минут 40 можно за час чтобы она вот прям очень хорошо накалилась и видите как она хорошо от пергамент от слоу от тифона отстает вот он конечный результат ведь какие какое донышко глянцево какая юбочка какая верхняя часть как он у вас будет в собранном виде думаю если бы я красный цвет оставил то тоже был бы вполне симпатичным ну и тут теперь самый волнительный момент который все мы ждем даже я когда мы разламываем макарон и смотрим внутренний мир и вот видите друзья какое мясо как мы любим говорить самих макарон еще один крон что друзья видите вот они какой внутренний богатый мир какие сами крышечки получается так что ничего в этом сложного нету главное уловить суть ну и качество ингредиентов так что друзья подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео а я вам желаю хорошего дня и до новых встреч всем пока